Учения Сибрис-2019 и минная опасность. Эхо войны. Учения Сибрис-2019 могут окончиться гибелью кораблей и моряков. Тому есть масса причин, и поэтому вероятность такого исхода весьма велико. Первое, но отнюдь не самое основное, это минная опасность, исходящая от боеприпасов, установленных всеми воюющими сторонами во время Второй мировой войны. Мины устанавливали все – Германия, СССР, Румыния, Турция и даже Болгария. Всего, по посчетам специалистов, с 1941 по 1945 год в Азово-Черноморском бассейне было выставлено 37 407 мин. После войны ликвидировано 19 313 мин. Осталось ни много ни мало 18 094 мины. Они где-то лежат над ней и ждут своего часа. Но это не вся правда, так как карты минных постановок государств фашистского блока, Германии, Румынии, Болгарии, безнадежно утрачены, и на самом деле установить точно, где, сколько и какого типа морских минуты установлено, просто не представляется возможным. Как и во всем мире, суда в Черном море ходят по строго установленным фарватерам. На учениях военно-морские силы не придерживаются этого правила, особенно при отработке высадки морских десантов на необорудованные участки побережья. А именно этот элемент будет одним из основных во время учений Сибрис-2019. Взрывоопасность минуты. Вот карта известных минных постановок времен Второй мировой войны. Совершенно очевидно, что основная масса неизвлеченных до сих пор морских минуты приходится как раз на те акватории, где будут проходить эти учения. Многие годы после войны мины и другие боеприпасы находили в самых неожиданных местах. В одном из черноморских портов мину обнаружили прямо в ковше землечерпалки «Октябрь». В Николаевском порту мины даже дважды поднимали ковшом землечерпалки советская Грузия. Было предпринято водолазное обследование акватории порта. И оказалось очень своевременно. Под килем теплохода «Декабрист» обнаружили магнитную мину. Перед уходом из Николаева немецкие войска заминировали места стоянки и судов. Однако сколько минут и в каких местах они поставили, неизвестно. Донная морская мина весом в 1 тонну и диаметром 2 метра была обнаружена в Черном море возле села Леонидова в Одесской области в 2009 году. А 25 мая 2018 года в Черном море во время учения целевой группой по разминированию НАТО SNMCMG два обнаружена и уничтожена морская мина времен Второй мировой войны. Одна из многих тысяч оставшихся. По существующим оценкам, срок службы и активная способность к детонации взрывчатого вещества у большинства типов минуты в времен Великой Отечественной сохраняется от 1 года до тех пор, пока не истощатся их блоки питания. Но пассивная способность к детонации, например при ударе, у них сохраняется на протяжении более 100 лет. Отмечаются случаи обнаружения морских минуты, фугасов и других взрывоопасных предметов с риском их детонации при ловле рыбы доннометралом из рыболовецких судов, строительстве портовых и гидротехнических сооружений, обустройстве мест якорных стоянок, проведении дноуглубительных и других работ на морском дне. Когда вблизи мины появляется корабль, взрывное устройство реагирует на искажение магнитного поля, но мина не взрывается. Она пропускает судно, так как в ней имеется прибор кратности, который заставит мину взорваться только после прохождения определенного количества судов. Как правило, это число составляло от 1 до 12, но известны случаи, когда такие мины взрывались даже после прохождения 50 и более судов. Разумеется, это было сделано немецкими инженерами для того, чтобы затруднить обнаружение и уничтожение боеприпасов минно-тральными силами. На учениях Сибрис-2019 их фактически нет. У страны-хозяйки учений, Украины, есть, но только не смейтесь, 1, рейдовый тральщик Геническ, техническое состояние которого может вызвать разве что смех. Правда, кто-то сможет сказать, что в учениях будут участвовать некое многонациональное водолазное подразделение, которое и будет искать мины. В него входят водолазы военно-морских сил стран Черного моря, Украины, Румынии, Болгарии и Турции, а также специалисты из США, Великобритании и Канады. Но это то же самое, что при помощи микроскопа обозревать просторы Вселенной. Эффективность такой работы близко к нулю, поскольку водолазы способны обследовать ничтожно малую акваторию и переменяют их в основном для обезвреживания минуты, а не для обнаружения. Наличие такого подразделения на учениях Сибрис-2019 говорит скорее об отработке диверсионных задач, а не об обнаружении и уничтожении морских минуты. Им нужен инцидент. Не меньшее, а быть может, и большее беспокойство вызывает политическая ситуация, сложившаяся к моменту начала учений Сибрис-2019-1 июля 2019 года. Украинское руководство неоднократно заявляло о том, что Россия планирует провести минирование некоторых районов Черного моря. На деле же это сама Украина вполне открыто устанавливала мины на своем побережье якобы для борьбы с русскими морскими десантами. На самом деле это производилось для нагнетания военной истерии при экс-президенте Петре Порошенко. Учитывая количество пожаров и взрывов на украинских военных складах, а также качество подготовки личного состава военно-морских сил этой страны, можно не сомневаться, что во время столь частых черноморских штормов украинские мины срываются со своих якорей и начинают в полном смысле слова блуждать у украинских берегов. Несомненное недавнее поражение Киева в Пасе, которое выполнило все требования России и вернуло ее в организацию, вызвало среди милитаристских кругов Украины настоящую истерику. И им, как воздух, необходим инцидент, который позволил бы обвинить в нем Россию и заставить Европу вновь вернуться к политике конфронтации с Москвой. Кроме этого, не следует забывать, что в таком происшествии после последних событий в Тбилиси может быть заинтересована и Грузия, которая также отличается антироссийской риторикой. Или, например, Иран, который с большой обеспокоенностью будет наблюдать за учениями, не без основания полагая, что Черное море является одним из плацдармов для нанесения по нему удара со стороны США. Из этого следует вывод, что один из кораблей стран-участниц с большой долей вероятности ожидает подрыв на мине. А чья она будет, когда и кем установлена, уже не столь важно. Организаторам и участникам учения стоило бы крепко призадуматься, ради каких целей они подвергают столь большой опасности жизни моряков.